Сегодня 16 января 2021 года мы на территории Уральского казачьего войска ликвидируем улицу Чапаевскую и переименовываем ее на улицу полковника казачьего Уральского войска Сладкова Тимофея Полидовича. С таким заявлением атаман Игорь Крючков приступил к демонтажу адресной таблички и замене ее на новую. Пользователи социальных сетей, посмотревшие это видео, подумали, что казаки действительно решили переименовать улицу с Чапаевской на Сладковой Тимофея Ипполитовича. Однако сам атаман теперь утверждает обратное. Никакого переименования, что раздульется. Для частного пользования все было. Я не знаю, кто это все в ютуб выставил. Мы просто собрались сами по себе, да и все. То есть вы за переименование улицы не выступали? Да никто ничего не выступал. Я никуда не ходил. Мы просто встали во дворе, встали и сделали, да и все. На данное решение уже отреагировали местные власти. Глава Ильевского сельсовета сообщил, что официально о переименовании улицы не может идти и речи. Произошло это без согласования. Поэтому на дом уже вернули старую адресную табличку. На администрации сельсовета никакие улицы не переименовывали. А казаки понесут какую-то ответственность или неизвестно? Ну там правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Когда попытки на свалку в Ильек привезти нефтешламы, даже некоторое время возили, почему-то коммунисты вышли, а вот казаков там не видно было. А вот сейчас, когда похулиганить, я не знаю, сделать какую-то провокацию, казаки тут в первых рядах. Напомню, ранее казаки устанавливали памятник Тимофею Сладкову в селе Красное Первомайского района. После общественного резонанса его демонтировали по решению местных депутатов.